У нас преступление, кто-нибудь знает? Преступное деяние. Это преступное, то есть виновное деяние, которое запрещено у нас чем? Уголовным кодексом. Эти лекции студенты юрфака не пропускают, ведь Евгений Ильфатович с ними в одной лодке. Не только преподает, но и учится сам, будучи студентом магистратуры. Когда ты студент, ты отвечаешь только за свои знания. А когда ты преподаватель, ты уже отвечаешь за знания студентов. То есть те знания, которые ты им дашь. То есть это очень большая ответственность. Поэтому, конечно же, с этой точки зрения сложнее быть преподавателем. Рассказать студентам Евгению есть, что на днях он вернулся из Москвы, где проходил практику в Государственной Думе. Вел подготовку к круглому столу по теме мошенничества. Помогал составлять депутатские ответы на обращения граждан. Проект запросов. Были такие моменты, что приходилось грамотно и очень точно подмечать те нормы закона, по которым нужно воспользоваться. То есть они обязаны это сделать. Вот в этот момент я чувствовал, что да, я реально помогаю людям. Всего неделя в столице, но даже за столь короткий срок Москва многое показала. И многому научила. Она открыла мне глаза о том, что все возможно. То есть та же самая Государственная Дума, которая вроде бы находится так далеко от нас, то есть мы считаемся провинцией, грубо говоря, она очень близко. И то есть устроиться туда на работу каждому в принципе реально. То есть такая возможность есть. И есть такое правило трех Н. Нет ничего невозможного. Проявить свои юридические навыки Евгению пришлось и по приезду домой. Спор с друзьями, что сможет сфотографироваться с Жириновским, он считает выигранным. Я сделал селфи. Мы как раз таки, ну в принципе, на это и спорили. Но все условия были соблюдены. То есть есть в кадре я, который делает селфи, и есть Владимир Вольфович. То есть ты выиграл? Ну, я считаю, да. Но вот противность, она считает, что нет. Поэтому как-то мы все еще не можем прийти к консенсусу. Столичный опыт Евгения смогут получить и другие студенты инновационного университета. Москва продолжит сотрудничество. Уже в мае на практику в Первопрестольную отправятся еще двое ребят. Наталья Лушникова, Ринат Харасов, Новости НТР.